В Самаре снизилась смертность от болезней системы кровообращения. Это стало возможно благодаря созданию новых сосудистых центров, которые открывают на деньги национального проекта здравоохранения. Сейчас региональные власти выделяют большое количество средств на обновление материально-технической базы и возведение новых больниц. По нацпроекту в Тольятти строят две поликлиники, еще одну в Сызрани, а также ремонтируют детские отделения. Кроме того, в области активно закупают оборудование для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В региональный сосудистый центр на базе Самарского областного кардиологического диспансера доставлено пять дорогостоящих функциональных кроватей. В конце октября начнет работу особый компьютерный томограф. По словам председателя регионального правительства, в Самарской области есть проблемы с показателями по уровню рождаемости. Их придется решать при формировании бюджета на следующий год. Восемь показателей из 155 сегодня находятся в зоне риска. Мы это тоже очень хорошо понимаем. Это не значит, что они недостижимы. Это значит, что нам нужно предпринять сверхусилия для того, чтобы этого добиться. До конца года в Самарской области получат поддержку 82 учреждения культуры. Кроме того, в регионе появится 9 новых мобильных библиотек, 6 виртуальных концертных залов и 3 кинотеатра. Одним из приоритетных направлений в сфере музейного развития станет большая реновация главного регионального музея, музея имени Алабина. Заявка в нацпроект уже отправлена. Если она будет удовлетворена, то с 2021 года начнутся работы по реновации музея. На деньги нацпроектов в этом году в Самарской области построят и реконструируют сразу 28 детских садов. 17 из них ведут в эксплуатацию до конца 2019 года. Это один из самых серьезных показателей при реализации президентских инициатив. Кроме того, в регионе удалось увеличить рост продолжительности жизни до 73 лет одного месяца. Уровень бедности снизился до 12,9%. Количество погибших в ДТП уменьшилось на 16%. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События.